После страшной смерти 7-летней Миланы из Павлодарской области, к казахстанцам обратилась уполномоченная по правам ребенка. Динара Закиева отметила, что это уже 25-е убийство несовершеннолетнего за год. Абудсмен также отметила, что подобные жуткие преступления можно предотвратить, если граждане будут внимательнее к окружающим. В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил. Одним из путей недопущения таких страшных последствий насилия является именно наше с вами участие. Если вы видите, слышали, знаете о фактах угрозы безопасности детей, пожалуйста, звоните на номера 111 или 102. По данным Закиева, и мать Миланы уже дала признательные показания в убийстве. Хотя 17 ноября родительница сама обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Рассказывала, что девочка сама сбежала из дома и уже не в первый раз. Отец был на работе в 15 километрах от дома. Кто искренне искал девочку, так это полицейские, спасатели, волонтеры и односельчане. Несмотря на снег и ветер, на поиски бросились сотни человек. Поднимали вертолет, работали кинологи. Все откликнулись на эту беду. Общее количество задействованных людей было больше 400 человек, 100 единиц техники. Плюс ко всему поиски были осложнены ураганным ветром. Я пошла участвовать в поисках девочки как доброволец. Искали в степи, искали по колодцам, заброшенным зданиям. Искали в водоемах, но это уже профессионалы-спасатели искали. Никто даже не мог себе представить о том, что это могла сделать родная мать. По неподтвержденной версии, 7-летняя Милана застала мать с любовником. И женщина ударила дочь. Удар оказался роковым. Приятель Татьяны спрятал тело всего в 250 метрах от дома. Прикрыл строительным мусором, ветками и залой. Чтобы раскрыть жуткое преступление, полдарским стражам порядка потребовалось меньше двух суток. По подозрению в убийстве несовершеннолетней сотрудниками полиции задержана мать ее знакомой. Который по просьбе скрыл следы преступления. По факту убийство начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного конца Республики Казахстан. В семье помимо Милана еще двое несовершеннолетних. Сейчас их забрали в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К слову, семья состояла на учете как неблагополучная из-за пристрастия матери к алкоголю. Сейчас женщине грозит до 20 лет тюрьмы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...